Всем добрый день, господа! С вами снова я, Жека. И сегодня мы с вами снова поиграем в игру Train Simulator Classic. И в этот раз мы с вами попробуем продолжить проходить этот маршрут, который начали в прошлый раз. Где же он у меня остался? Вот он. На 423-м БРе. 35 минут. Ну, вполне себе оно. Будет самое оно. Поэтому давайте нажмем на начало и запустим его заново. А еще я хочу сделать эту прекрасную фотографию Интер-Сити. Себе в стимбиблиотеку сохранить. Так. Останавливаем, читаем, если хотим. Но я читать не буду, потому что мое произношение английского пока что оставляет желать лучшего. Так. Тройсдорф. 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 Вот так. Вот так. И нам надо будет приехать обратно в Тьольн. То есть теперь у нас обратный маршрут. Вот на этом смещательном электропоезде. надо меня в Даму помещать. Давайте понемножку начнем отпускать тормоза. Тройсдорф. И выберем режим отпуска. Вот как раз нам навстречу проехал электропоезд в Гройсдорф. Отлично. У нас все сели и мы можем начинать движение. Давайте так и сделаем. И хорошо, что я начинаю с этой стороны. Этот маршрут может быть значительно улучшить в плане показаний. В плане показаний моего опыта. Ну да. Было 60. Так что с него разгоняемся до 60. Не сильно выставляю тяга. И почему я сегодня без музыки если будет такой внезапный вопрос. Ну на самом деле в этой игре музыка очень плохо слышна. Поэтому я решил сегодня обойтись без нее. По-моему тут будет поздно. Но посмотрим. Пока что не буду увеличивать скорость. Это не нужно. Тем более дальше 160. По расписанию мы стабильно успели. Ну как я и сказал 80 км. Но пока что в разгоне не вижу никакого логического смысла. ЛЦБ включится. Пока что 120. Давайте как бы достойно будем разгоняться. И на всякий случай включен. Возможно динамическое воду. Это все-таки полезное. Что такое? То ли ширина не попадает, то ли сопли не попадают. на самом деле что-то у меня что-то немножко со здоровьем. Это время года. Это походу постоянно меняется. Непонятное происходит. Я то болею, то не болею. А работу все равно ходить надо, потому что больничная это невыгодно. что-то приходится в состоянии с полузаложенным носом что-то делать. А особый кайф ходить на работу в таком состоянии. Ну и вот Speech Platform 1 так. Не знаю, чем-то мне это понравилось. Этот маршрут. Чем-то он мне дико понравился. Чем-то мне так же дико понравился этот электропоезд. Очень прикольный, хороший. Обратное направление у нас Dürer написано. Почему-то. Не знаю почему. Хотя на самом деле мы приезжаем в Терн. Ставим тормоза на отпуск. У нас прямая. Уклон вдоль. Отходиться не должен. Отлично. Поехали дальше. 4 километра. Отправление в 11. Волшебные 14. Хорошо. И честник. Все пошел. Не надо. Нельзя так резко давать газы. Как вы видите, господа, он начинает фиксовать. Ну, это тоже нельзя, не всегда можно. И вот тут спокойно можно набрать адекватную скорость. Уже и неадекватная, а максимальную возможность выбирать электропункцию. И где-то, с которым пройдём, должен будет скидывать тягу. У нас опять была форма. Оп, всё, скидываем тягу. И просто катимся. Кстати, зашло, мне зашло то, как вы его с трейндж метр классик посмотрели. В принципе, было неплохо. Да? Поэтому, решила оставить в качестве затычки. И вот, тем более, конец месяца. Я ничего не успеваю сделать другого. Да и ничего другого и не хочется сделать. Поэтому, снимаю с вам трейндж эскулятор классик. Стрелку надо проходить до 80 км. Поэтому, предупреждаю, что около станции вам надо будет и не тормозить до 80 км в час. Давай, давай. Проскочил. Ха-ха. Хорошо. Ладно. Безобразие. Безобразие. Протягиваем состав назад. Типа у диспетчера попросили протянуть состав назад. Разрешила. Ну, не рассчитала немножко скорость, надо было еще меньше заходить на станцию. Так, разрешен, все в порядке, он просто из-за нас загорелся. У меня везде от двери открылись, нет, ну и ладно, теперь перепутался порядок чуть-чуть, но и сейчас мы должны отправиться. Да, не думал, что я бы раскачу эту платформу. А, и мы уходим направо. А, ну хотя да, логично, мы же приезжали отсюда, значит разрешен, мы должны уезжать туда. А, любимый наш вязкий колес, апрельс, точнее этого Савва. Крепный апрельс. Ну, и, я думаю, разгоняться в принципе логического смысла не имеется, но она опять будет стоять. А, следующая станция, которая писать как раз таки в Кёльне, у нас, а мы на ней должны по-любому успеть. О, отрищен. Зафиксировался. В плане скорости зафиксировал, а дал из рищи скорости в подвижение. Даже чуть-чуть перебудил. Да, может быть и нет. Но, нормально. Хоть, хоть чем-то, хоть где-то умею управлять. Помимо машины. Помимо машины, хоть чем-то умею управлять. Учусь. Учусь. Учусь, господа. Учусь. 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 Буду, чтобы она будет бесконечной. И готовимся тормозить. apo. Я бы даже скинул до ВBl6, ровно на всякий случай. Может, маршрут пад mort. Вы сами обじゃない помните, как он меняет скорость, то что й не отображается, тут, он меняет Ее. У любого случая. Ну, вот. Так, управление у нас во сколько? А, вот и все. Нормально. Нормально. И как же мне хочется, чтобы вот эти вот все подвесы, которые у нас есть в игре Train Simulator Classic, были перетащены в игру Transport Fever 2. Так вот, такого исправления явно не хватает. Так, вторая пункта. Какая же это светлая станция со всего этого тоннеля. Так, останавливайся. Да, жаль, что тут ничего не могу сделать. На самом деле, это, в принципе, по факту, один из самых таких местами красивых и необычных маршрутов. Но есть другие интересные, конечно. Но это самый такой легкий, довольно-таки еще. Особенно, когда я его изучил. Изучил, обследовал, осмотрел. Понял, что он из себя представляет. О, встречный. Идет. Понял, как он из себя машины ведет, как и каждая эта маршрута. В принципе, этот маршрут становится одним из самых легких. Когда ты это все знал, все понял, он становится очень легким и несложным. Запомнил все скорости, самое главное. Понял, что его ЦБ-шка не везде работает. И вот тогда этот маршрут становится довольно легким. И когда вот скорость запоминаешь, он вообще проповедует на раз-два. Или на максимально возможную руку. Вот как махает. Главное, что не валится в этот момент. Серьезно. Ну, как-то так. Ну, не будем это нас сегодня принять. Хотя станция и все прилично пристоит. Так, установка. Да что ж такое. Да, ненавижу комбинированной тяги. Ну, очень сложно поймать этот нулевой момент. Ну, очень сложно поймать этот момент, когда он уходит в ноль. Но, увы и ах, грейн-симулятор на Vital Games продолжает вот такие комбинированные тяги делать. Так, нет у нас, в принципе, никаких ограничений пока нету. Пока просто едем на камеру. Так, зеленый мерцающий. Маркающий. Маркающий. Надо было ограничения. Восемьдесят. Хаббом. Восемьдесят. Дальше сам скидываю. Кстати, да, я бы тут 130 не стал и не согласен, был бы ехать. Да, вот, одной зеленой бегающей, прыгающей. Повторителей полно до этого. И не повторители, а предходы. Уборчик. Не то, чтобы угадал, а правильно понял, угрожающий. И мы еще немножко в горку. Блин, какая-то стройка идет, еще попал. Тормозим. 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 Ну, нормально. Вроде бы промазать не должен этот раз. Да, даже слишком заранее начал тормозить. Просто проспороление. Е-мое. Тут надо ровно, ровно, ровно прибыть. Сюда вот именно. Мы опоздали. Чутка. Чутка. Ну, то, чтобы опоздали, это означает, что пассажиры должны очень быстро загрузиться. Но не обязаны. Однако штраф я получу. В виде уменьшенного количества опыта. Так. Вот так. Давайте быстрее загружайтесь, вам уже не надо много времени. И бонус за пунктуальность мы успеваем. Мы еще пока что успеваем. Как тут все рассчитано? Минута в минуту. Кошмар. На самом деле, кошмар. Последний шум. О, втрох. Чтобы расниматься. Продолжение следует... 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 Я пытался понять, в каком месте мы находимся. Это нужно сказать по скорости. А, мы почти в конце. Значит, скоро будет где-то ракет. Мы особо сильно не разгоняемся. Да, вот тут на мосту будет 40. Прямо как в Риге. Только там 35. У нас на мосту 35. Ох, аж провагало так и статно. Так, опять. Фу, фоксую. Тормози. Пожалуйста. Да, и там больше 40 выжимать не имеет никакого логического смысла. Все. Мы приближаемся в район Кёльна. Тут у нас 60 FPS. Это что? Как я мог забыть? В какой... А. Я так понимаю, проворонил момент? Да? Ну ладно. Так, и разгоняемся не больше 40. Все. Поймай ты, ёперный. О. Поймал. Тсс. Самый коварный нос. Вроде бы сейчас мостом хорошо. Ехать можно довольно быстро. Ага. Тсс. Ах, 40 сейчас будет. Тут на месте. Ну а пожалуйста, все 40. Первый светофор на мосту уже 40 лет. Больше ты не поедешь. Но станция красивая. Согласен. Собор Кёльн. В Кёльне который. Лучше красиво. Единственный минус приходит. Приходится ползти. Приходится ползти. 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 Большой такой арочный мост. Но по нему ты ползешь. Ах, сапор. И мы идем. На этот светофор не обращаем никакого внимания. Я не знаю что тут стоить. Хе-хе-хе. И должны мы прибыть. Ага. Ом. И даже звон колоколов слышен. Ага. Что у нас тут еще хорошее выглядит. Ничего. Опять отпуск. Так. А сколько у нас управления? Ом. 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 Сейчас должен оправиться. В принципе. А вот тут мы должны остановиться. Ом. Пофиг. Все же двери открыли. Все. Ом. Поэтому ничего страшного в этом нету. в принципе. Если бы не скорость. то на такую машину я бы был согласен в латвии вот на такой электрополист в принципе такой ничем примечательный единственное да метельника спереди нету а он наших странах как мы знаем необходим и может быть не всем шандартом соответствует но тем не менее машина приходит здесь ракет какой-то собор домики а теперь надо интересная идея дело такой у сити скайлайнс и если это возможно о запах запаха едет тоже хороший тянет тебя дальше толкает тебе электровоз той кабине которая ехала на встречу нам возможность управления так как этот дтп-1 или что вроде это тоже такая прикольная машина перри тормозил и все заглушили машину на всякий случай чтоб машинист не жаловался мы не знаем какой здесь степень экономии топлива и прочего и прочих ресурсов все но штраф получили ну ладно но я набрал намного лучше чем было вот так что поэтому все хорошо да вот но ускорение мое немножко сыграло слишком быстро а тут торможение с речком были резкая но ничего страшного 31 секунда опоздания остальное все вовремя в основном так что вот такая вот была сегодняшняя сессия по игре на этом я на сегодня все всем большое спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и рассказывайте всем про существование моего канала ссылка на маршрут и на все прочее будет в описании и это не мои любимые ну вот видите тут всего поэтому в принципе показывать есть что вот он аэропорт линкроуд экстеншн расширение вот такое было на него посмотрели так что в принципе вполне себе неплохо сегодня все вышло но на этом у меня все все ссылки в описании всем удачи ну и всем пока пока мы с вами обязательно увидимся